Привет, с вами Вика. Это видео будет о моих любимчиках. Честно говоря, очень давно такое видео не снимала. И мне хочется поделиться с вами теми вещами, от которых я в полном восторге. Может быть, кто-то что-то возьмет для себя на заметку. Вы часто меня спрашиваете, как я отношусь к мезотерапии и ботоксу. Скажу вам, что на данном этапе своей жизни я не сторонник данных процедур, потому что считаю, что мышцы должны сами работать, сами еще выполнять свою функцию. А если мы делаем, например, уколы мезотерапии, мы расслабляем наши мышцы в какой-то степени, и они перестают сами вырабатывать нужные нам вещества. И я люблю массажи. Иногда я хожу в салоны, но редко у меня получается это делать, потому что вы сами понимаете, что в свободное время я лучше с ним увидела. Ну, в общем, ситуация такая, что я приняла решение делать сама себе массаж дома, и вижу потрясающий эффект. Вы меня даже часто спрашиваете, Вика, поделись, ты так свежо выглядишь. На самом деле, вот секрет моих таких вот домашних процедур. Я считаю, что даже массаж дает мне намного больше эффект, чем какие-то крема конкретные. То есть правильность нанесения крема и массаж. Сейчас вам расскажу поподробнее. Я уже не первый раз себе покупаю такой вот валик от The Body Shop. И видите, это даже новый в упаковке. Очень удобно после нанесения крема, когда мы пальчиком били крем, еще по лицу пройтись таким вот валиком, и это усилит эффект крема. Принцип действия массажера таков. Нужно вводить его строго по массажным линиям, за счет чего он зажимает кожу, и улучшается кровообращение, и снимается лишняя какая-то отечность. Но здесь главное не переусердствовать. Если вы будете нажимать слишком сильно, то большая часть кожи может попасть между частями этого массажера, и даже может появиться гематома. Поэтому нужно такое среднее нажатие применять. И вот по массажным линиям я вожу этот массажер, и после этого у меня лицо такое розовенькое, и действительно какие-то отеки, например, после сна, когда я, например, вечером что-то съела солененькое. В общем, все это исчезает. Следующими моими бесспорными любимчиками являются невидимые носки. К сожалению, я нашла их только в этом сезоне. Если бы знала раньше, пользовалась бы уже прошлым и позапрошлым летом. Как вы знаете, я очень люблю кроссовки. Кто смотрит мой инстаграм, смотрит на мои образы, я часто даже в платьях и в кроссовках, в юбках и в кроссовках, в джинсах и жортах тоже, понятное дело, в кроссовках. И раньше я одевала их на голую ногу, потому что не люблю носки. Но вот нашла вот эти вот невидимые носки, и купила себе огромное их количество, бежевые, розовые, синие, вот сейчас новенькие, беленькие, вот такие вот разноцветные. И ношу их, получается, с кроссовками, их абсолютно не видно, но нога себя чувствует намного более комфортно, и они не слезают, потому что здесь на пятке полосочки силиконовые, они хорошо фиксируются на ноге, поэтому всем очень советую их. Покупала я их в кальцедоне. Итак, давайте перейдем к следующему моему фавориту, но перед этим небольшое предисловие. Вы знаете, что я ношу брекеты и очень щепетильно отношусь к гигиене полости рта. Как-то на одном из приемов моя ортодонт поинтересовалась, чем же я чищу зубы, потому что не у каждого ее пациента настолько хорошая ситуация с уходом за зубами. И вот я ей рассказала, и, наверное, тоже с вами поделюсь, что меня приводит в восторг. Итак, я пользуюсь ультразвуковой щеткой, которая называется Асахи Ирика. Во-первых, она мне очень нравится внешне. Она очень легкая, и у нее обтекаемая форма. И перед тем, как я начала ей пользоваться, я хорошо изучила инструкцию, потому что это моя первая ультразвуковая щетка. Она, кстати, японская. И по поводу того, как ей нужно пользоваться. Когда ей пользуетесь, то рот нужно закрывать, потому что ультразвук передается хорошо именно через воду. Не нужно сильно нажимать на нее и, конечно же, выбирать правильный радиус. То есть 2-3 см радиус работы с этой щеткой. Я полностью довольна, и здесь есть несколько насадок. Вы можете выбрать себе удобную. И вот насадка, которая мне нравится еще, помимо вот этой насадки для чистки, я использую другую насадку для массажа. Потому что сейчас у меня зубы двигаются, и мне мой ортодонт советовал делать массажи. А тут как раз есть в комплектации, можно сказать, насадка для массажа, и я ей тоже иногда пользуюсь. Но, конечно, это ультразвуковая щетка. Не обязательно тем, кто носит брейкеты. Конечно, она будет моим фаворитом и после того, как я сниму брейкеты. Очень жду этого момента. Это будет для меня настоящий праздник. Следующее мое открытие, это бальзам для губ от Mix It. По-моему, так называется эта фирма. Честно говоря, какое-то время назад вся лента инстаграма пестрила этой рекламой, скрабов этой фирмы. И они мне тоже неоднократно предлагали, чтобы я сфотографировалась с их скрабом. Но я всегда отказывалась. И они как-то так, я вижу, развиваются активно. И в торговых комплексах стали появляться вот эти магазины. И я зашла и решила купить себе просто маску для лица и бальзам для губ. И мне очень понравилось, что они производят свою продукцию действительно в России. По крайней мере, они мне так сказали. И маска для лица меня абсолютно не впечатлила. Зато бальзам просто супер. Во-первых, он имеет приятный нейтральный запах, немножечко сладкий и очень-очень хорошо увлажняет губы. Я думала, что Carmex мой неизменный фаворит. А вот оказывается, нет, вот этот бальзам не хуже. Надеюсь, он не изменит свой состав. И мне нравится, как легко его наносить на губы. Я просто обычно храню его в машине. Беру вот так вот и таким образом наношу на губы. То есть не пальцем, а прям так вот очень удобно. Поэтому вот присмотритесь. Итак, следующее. Еще раз повторюсь, как известно, повторение мать учения. Вы ведь меня очень часто спрашиваете о моих любимых средствах для ухода за волосами. Это неизменно остается уже не первый год. От The Body Shop, Rainforest, увлажняющая линия, шампунь, бальзам и маска для волос. Пользуюсь ими всегда довольна и получаю множество комплиментов от вас. Но недавно моя сестра Яна уговорила меня попробовать другую фирму. Сейчас поделюсь. И меня действительно очень впечатлила эта фирма. И, конечно, очень низкая стоимость. Возможно, заинтересует вас. И вы тоже попробуете купить и тоже останетесь довольны. Понравился их эффект на прямых волосах. То есть, когда я волосы не закручиваю во время укладки, а оставляю прямыми, они шикарно смотрятся, блестят, увлажненные. У них как будто меняется текстура. Я помню, первый раз помыла ими голову и потом решила заплести косу. Когда я плела косу, я чувствовала, что волосы на ощупь совершенно другие. Ну, очень мне понравились, гладкие. И еще мой совет для вас. Когда вы будете смывать бальзам, делайте это очень тщательно. Даже если вы смыли бальзам и вам показалось, что вы полностью его смыли и все нормально, смойте еще раз. Поэтому пробуйте и тоже пишите о своих впечатлениях. Итак, следующая моя новинка, которая мне очень полюбилась. Купить было ее непросто, потому что ее не было у нас в Питере. Я даже позвонила Фенди, чтобы узнать, есть ли у них эта сумка. Они сказали, что нет. И через неделю я к ним заехала, и она стоит там одна. И сказали, что ее привезли одну. Это уже осенняя коллекция. Лета еще не наступила. Она у меня уже из осенней коллекции. Вот она так выглядит с глазками. Здесь есть длинный ремешок. Очень удобно. Когда куда-то идешь с детьми или сочетать с кроссовками эту сумку. Внутри она бордовая. И есть отделение на молнии, что тоже очень удобно, чтобы положить что-то более ценное. Вот такая у меня красотка. И скоро вы увидите ее в моих летних, осенних образах. И она смотрит на вас. Следующим моим фаворитом является жилет. Вы, наверное, его узнали. Он от Ба Виктория Портфолио. То есть моего производства. На самом деле это вещь действительно с душой. Потому что я помню, как мы сделали лекало. Как изготовили первый жилет. Чем он мне не понравился. Помню, как мы переделывали лекало. И уже когда на фабрике я увидела готовые жилетки, от которых была в полном восторге. Я просто была счастлива. И очень часто на моих фотографиях в инстаграме, в перископе, вы видите, что я ношу эти жилетки. Вот данный жилет яркого цвета, с контрастной подкладкой и с нашивками из кожи бетона. И я думаю, что нет ничего плохого. Даже это очень хорошо, когда вы кайфуете от своей работы. И я очень рада, что у меня все так складывается. Вот, наверное, это был последний фаворит. И спасибо большое, что смотрели это видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok